ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД МОЛЧАНИЕ Нет, нет, да всплывет на поверхность часть какой-нибудь фрески, освобожденной от наполставаний столетий осторожной рукой человека. Но в радостном чувстве открытия есть почти всегда и горечь. Чья работа проступила на стене? Кто мастер? Год 1378. Того же лета подписаша церковь Господа нашего Иисуса Христа на Ильине улице, повеление благородного и боголюбивого боярина Василия Даниловича, соулича на Ильиной улице, при великом князе Дмитрие Ивановиче и при архиепископе Алексии Великого Новгорода и Пскова, а подписывал мастер-греченин Феофан. А подписывал мастер-греченин Феофан. Древняя Русь. Тяжкие времена татарского ига. Лишь Северная Республика на пути из Варяг в Греки дышит свободно. Мастера из Константинополя Феофана позвали на берега Ильмень озера. Простор, белые храмы, необычные фрески поразили византийца. Феофан пришел на Русь зрелым художником, побравшим тысячелетний опыт византийской живописи. Но у Византии все было в прошлом. Феофана, южанина, художника, зажгла новгородская вольница. Быть может, поэтому так строг он, страстен и неравнодушен в своем искусстве. Верующий, да испытает страх. Заблудший, кайся. Господин великий Новгород, ты грешен, будто слышеный голос Феофана. Святые столкники, пример тебе и упор. Вспомни Иоанна Златоуста. Небо им служит вместо крова, луна вместо светильника. В мире свирепствует буря, а отшельники спокойны в великом безмолвии. Еще один подвижник, Макарий Египетский. Ни ног, ни одежд, только напряженные кисти рук и лицо фанатика выступают из белого дыма его волос. Неожиданные, диктованные чувством, мазки, блики, удары белой кистью по пальцам, по ладоням, по щекам, по бровям и даже по глазам Макария. И перед нами дух решенной плоти, сама иступленная вера. Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улицы. Первая работа художника на Руси, где он прожил 30 лет. Преславный мудрец, философ зелохитрый, феофан родом грек, книги изограф нарочитый и живописец изящный среди иконописцев, свидетельствует современник мастера Епифаний Премудрый и продолжает. Собственной рукой расписал много, более 40 каменных церквей по городам. В Константинополе, и в Халкидоне, и в Галате, и в Кафе, и в Нижнем, и в Великом Новгороде, и в Москве. Когда он изображал или писал, никто не видел, чтобы он когда-либо взирал на образцы, как делают некоторые иконописцы, которые в недоумении, постоянно отвлекаясь, глядя туда и сюда, не столько пишут красками, сколько смотрят на образцы. Он же казался таковым, что руками пишет роспись, а сам беспокойно ходит, беседует с приходящими, умом же размышляет, что выше и что разумно, а чувственными очами видит при этом разумную красоту. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok